Марка FAU расширит российский ассортимент моделей компактным кроссовером Bastion T77. Это одноклассник Volkswagen Tiguan. При длине 4,5 метра китайский паркетник на 4 сантиметра длиннее немца. Из-за богатого оснащения именно этот автомобиль носит статус самой дорогой модели под брендом FAU. У него есть климат-контроль, панорамная крыша, система кругового обзора, а также дисплей вместо салонного зеркала заднего вида. У китайской версии над передней панелью парит голографический помощник, понимающий голосовые команды. На выбор есть несколько персонажей, которые позволяют управлять медиасистемой, микроклиматом и другими второстепенными функциями автомобиля. Во многом поэтому электронный гигант Xiaomi выбрал этот автомобиль, чтобы продавать под своей маркой. Будет ли голограмма на российских автомобилях пока неизвестно, ведь сертификация модели еще не завершена. Но даже если мы не увидим виртуального ассистента, два больших экрана под единым козырьком точно никуда не денутся. Перед водителем отображаются рисованные приборы, а правый дисплей отведен под медиасистему. Внешне 77-й радикально отличается от остальных автомобилей этой марки. Дизайнеры решились на агрессивные рубленные формы, а фирменным цветом заявлен огненно-оранжевый. Само собой, оптика полностью переведена на светодиоды, а самые большие колеса диаметром 19 дюймов. Сейчас без этих атрибутов трудно себе представить современный кроссовер. Силовой агрегат – бензиновый турбомотор, с которым могут быть состыкованы 5-ступенчатая механика или 7-ступенчатый преселектив. Привод строго передний, так как сзади стоит полузависимая балка. Вообще, первая китайская автомобильная корпорация постепенно разгоняется на российском рынке. По итогам 7 месяцев марка V увеличила продажи легковых автомобилей более чем на 40%. План до конца года – более 2000 проданных машин. Что касается ситуации здесь и сейчас, то две трети продаж приходится на компактный кроссовер Bestorne X40. Остальные покупатели остановили свой выбор на более крупной модели Bestorne X80. Интересно, что выбирая марку V, россияне голосуют рублем за дорогие комплектации и автоматические коробки. Видимо, это сочетание получается самым выгодным. Продолжение следует...